И давайте продолжим говорить об этом идолопоклонстве. И возвращаемся к истории с Валаамом. И Господь сказал Валааму, иди встречся с этим народом и скажи только то, что я тебе скажу. И потом дальше мы будем читать историю, и увидим, как в его сердце была жадность, желание денег. И потом говорится, что Господь разозлился на него. И поэтому Ангел Господень стоял на дороге и планировал его вообще убить, когда-то проходил бы. Поэтому он едет на осле, на поле где-то на дороге, смотрит на окружающие деревья, природу. Нюхает весь этот аромат полей, ой, этот красивый день. Он уже думает, как мне вообще деньги распределить. И осел видит Ангела Господнего. И он вообще уходит в сторону с дороги. Но это очень огорчает в Валаама, то есть осел вообще пошел не в ту сторону. Поэтому он начинает бить осла. А ну иди обратно. Поэтому осел возвращается снова на путь. Они проходят немножко дальше, проходят мимо каких-то виноградников. Так что с обоих сторон была стена. И снова Ангел Господень является прямо перед ними. И осел видит Ангела с мечом. И поэтому он прислоняется к стене. И придавливает ногу в Валааму. Теперь он уже очень досердился, начинает сильно бить осла. И начинает его ругать, вообще бить. Затем они еще немного дальше проходят. И в третий раз является Ангел Господень с мечом перед ослом. И в этот раз. И в этот раз. И в этот раз. И в этот раз Ангел Господень уже готов убить его в Валааму. И снова этот осел сопротивляется Валааму. И тот в третий раз бьет осла. И потому Господь открывает уста осла. Хотел бы это увидеть. Ну, представьте себе. То есть, возвращаетесь вы домой в плохой день, и вы бьете свою собаку, а она пошла. И потом, ваш пёс поворачивается к вам и говорит, эй, ты, что ты делаешь вообще, мужик? Зачем ты меня бьешь? И это же и произошло. И осел спрашивает, в чем дело вообще? Что случилось? И давайте прочтем, что он сказал. Что я сделал, вообще, что ты меня три раза бьешь? И как мы видим, в Валаама не было никакого культурного шока, стресса, из-за того, что осел к нему проговорил, он отвечает осло обратно. Потому что ты меня оскорбил. Хотел бы меня, чтобы был меч, чтобы я тебя вообще убил. 31 стих. И открыл Господь глаза в Валааму. Вот Бог говорит. Господь стоял на его пути. Бог говорил в это время. Но он не понимал, потому что он не видел. И теперь Бог открывает его глаза. И он видит, что Ангел Господень стоит с мечом. И Господь сказал, я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. Потому что идолопоклонство было в его сердце. То есть, на первом месте стояли деньги, а потом Божья боль. И это ослепило его, и он не видел, что происходит. Когда в вашем сердце идолопоклонство, вы не можете концентрироваться, вы не можете видеть, что Бог говорит. Сердце раздвоенное. Поэтому, когда вы служите, вы должны следить за единством. Когда Гидеон пошел на войну, люди не были в единстве. И поэтому Господь знал, что маленькая группа будет более эффективна, чем большая. Несколько людей, чьи сердца соединены вместе, через них Бог может многое сделать. Но если наше сердце не в единстве, тогда это станет препятствием для других людей, каждому. Поэтому идолопоклонство когда мы что-то ставим перед Господом. Что ты идешь к первым? Окей, номер пять. Неправильные приоритеты. Матфея 6, 33. Ищите прежде Царства Божьего и правды Его. И все это приложится вам. Поэтому некоторые вещи важны, но они не занимают первого места или приоритета. Вот в чем разница. Бог не показывает нам, что что-то неверно, что-то правильно. В каждой ситуации. Но дело в том, что чему вы даете приоритет? Поэтому в моих взаимоотношениях я должен решить, какие взаимоотношения наиболее важны для меня. И на основании этого строить приоритеты. Если у вас нет плана для своей жизни, каждый день на вас будут влиять какие-то обстоятельства. Либо на вас будут влиять ваши эмоции. Чувства. Вверх, вниз. И на основании этого будете принимать неверные решения. А вы хотите принимать хорошие решения, правильные. Бог прощает, когда мы делаем неправильные выборы. Поэтому, если вы что-то неправильно сделаете, Бог любит вас. Кого Господь любит, то Он наказывает. Поэтому, люблю ли я вас, девочки? Посмотрите на меня. Конечно. Да? Я хочу для вас самого лучшего, но также для всех остальных. Бог не отвратителен вообще. Он не ведет себя дерзко, нагло. Но у нас должны быть правильные приоритеты. Вы не можете себе позволить такого, чтобы ваши чувства контролировали вашу жизнь. Потому что иногда ваши чувства очень в классном таком состоянии. Иногда вы чувствуете грусть. Иногда вы злые. Иногда у вас какие-то другие эмоции. Поэтому, если вы не распределите свои приоритеты, то обстоятельства будут вас направлять в различный курс, направление. Поэтому проведите инвентаризацию в своей жизни. И запишите на бумаге. Каковы мои приоритеты? Если я вас спрошу, какие твои приоритеты, и вы не сможете ответить, то у вас нету вообще. Это просто какая-то теория, возможно, в вашем уме. И это не плохое, это нормальное. Многие люди так живут. Но вы должны решить, что важно для вас. Что важно для Бога. Куда вы идете? Как вы хотите, чтобы ваше будущее выглядело? И когда возникает какая-то ситуация, вы тогда спокойно решите, это меня забьет с курса? Потому что это как дьявол действует. Как он действует? Находятся ли демоны везде? Что? С вами сегодня два-три демона? Тоже пришло. Не вижу никаких демонов в это утро. Вижу таких красивых, хороших людей. Но демоны существуют. Демоны, падшие ангелы, которые все делают, чтобы цель Божия в вашей жизни... ну, не совершилось. Это организованная система у них, правиление, правительство. Видите, они не как Пак-Мэн. А, есть такая игра, когда там один Пак-Мэн. Пак-Мэн, который все сжирает, да? Это не бездумные животные, которые куда-нибудь идут, все сжирают, сжирают, сжирают. Поэтому вы видите демона. Вы убегаете, направо или налево. О, я прошел демона. О, второй идет. А, зубастики, да. Не так все вообще происходит. Существа интеллигентные. И они вас изучают. О, хорошо. О, я вижу, какова слабость у этого человека. Давайте заставим план. Поэтому, каким образом действует дьявол? Он предписывает демонов, чтобы они сделали либо первое, либо второе. Первое, создать трудные обстоятельства. Второе, это искусить вас, и чтобы вы сделали что-то неправильное. Это понятно? Создать трудные обстоятельства, чтобы противостать вам. Один из имен дьяволов — это противник. Тот, который противостоит. Тот, который сопротивляется. Или же тот, кто отвлекает. Видите? Он хочет отвлечь ваше внимание, чтобы вы вообще на чем-то другом, не на важном сконцентрировались. Либо же привести вас в какую-то ловушку. Вы ловушку не видите, поскольку она очень красиво выглядит. Все чудесно выглядит, замечательно, а только когда уже придется терпеть последствия неправильных поступков. Если бы в грехе не было никакого удовольствия, никто бы его и не делал. Правда? Да. Но это очень временно. Да? Это очень временно. Это очень глубокое. Это удовольствие. Да. И это удовольствие, оно временно и очень мелкое, неглубокое. И когда вы принимаете неверные решения, делаете что-то плохое, то потом пожинаете последствия решений. И они спрашивают, если мой брат против меня согрешит, сколько раз мне его прощать? Каждый день они были друг с другом, они друг друга раздражали. Если вы каждый день с людьми находитесь, то они будут негативно на вас влиять. Если вы не верите в это, то лучше вам жениться или выйти замуж. Да? Ну да, конечно. Потому что постоянно вы кого-то видите. Они его спрашивают, ну сколько раз прощать? Он не говорит, два, три, пять, десять раз. Семьдесят раз. Сколько раз мне прощать жену, мужа? Двадцать раз? Нет, сто раз. Все, все. Сто раз хватит. Вообще никто сто раз даже не дойдет до этого числа. Нет, семьдесят раз семидесят раз семь. Как бы неограниченное количество. Почему? Почему? Кто-то скажите мне. Потому что Господь нас прощает. Потому что Господь нас прощает. Да, точно. Кто из вас хочет, чтобы Господь вас прощал каждый раз? Ну, это как бы заставляет вас улыбаться. Улыбка на лице появляется. Не так ли? Бог благ, Он любит нас. То есть кто-то говорит, ой, я же делал неправильно, прости меня. И ты отвечаешь, да, я прощаю тебя. Но иногда все еще будут последствия. Понимаете разницу? Важно это понять. Поэтому вы хотите принимать правильные решения. Поэтому в эту неделю я учу о водительстве Божьем. Не для того, чтобы нам испытывать какое-то духовное переживание. Но для того, чтобы вы принимали правильные решения. И вы смогли слышать то, что Бог вам говорит. Очень часто многие говорят о голосе Богом, как Бог говорит. Это всегда метод. Вот мой метод, как я знаю, что Бог говорит. Скушай яблоко, сыр и начинай медитировать. И вот так ты услышишь голос Бога. Ну, конечно же, люди начинают его усложнять, слишком духовным, чтобы это выглядело. Но у них у всех есть методы, которым они вас пытаются научить. То, чему я вас хочу научить, это намного шире. Бог говорит многообразно. Да, мы посмотрим в Библии, эти разные виды. И то, о чем я сейчас говорю, чтобы ваше сердце было в правильном положении, с позиции, чтобы услышать голос. Если бы я вам даже перечислил все эти способы, как слышать голос Бога, а ваше сердце в неправильном положении, и в вашем сердце какие-то препятствия, и вы даже не знаете, что они там есть. Большая часть тех проблем, которые вас удерживают, препятствуют вам в чем-то, вы их не видите. И все внимательно меня сейчас послушайте. Это очень трудно. Потому что если вы не чувствуете себя любимым Богом, очень трудно принимать истину. Сложно. И всякий раз, когда вы увидите что-то неверное в себе, то, что нуждается в переменах, и вы из-за этого себя еще хуже и хуже чувствуете. И в какой-то момент вы говорите, все, хватит, я больше не хочу этого. Я достаточно себя плохо чувствую, что мне хватит уже вообще слушать больше. Поэтому мы закрываем свои уши. Почему? Потому что мы не понимаем Бога. То есть вы слушаете Дух мира или Дьявола. Бог любит вас. Ничего вы не сможете сделать, чтобы Он вас больше начал любить. Потому что Бог есть любовь. Это понятно? Это понимаете? Нет, нет, вы не понимаете. Я тоже. У меня маленькое откровение об этом только. Но, слушайте, Бог есть любовь. Это книга, это бумага. Вот это вода и пластик. Вы можете подумать, что это дерево. Мне все равно, верите ли вы в то, что это дерево. Это не дерево. Это пластик и вода. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Вы можете верить, что Бог какой-то есть. Вы можете верить, что Бог по-другому как о вас думает. Но это не меняет истины. Поскольку Бог вас любит одинаково каждый день. Бог любит тебя. В один день Он тебя не любит больше, чем в предыдущем. Он не может больше любить завтра, чем вчера. Иначе же это ответит.